Доброе время суток! Мы сделаем, что мы лагаем! Да, да, да. Ну, мне вот скинули, например, картинку 720p3. Вот просто встань и посмотри. Вот так вот прям даже? Встать и посмотри? Вот, вот. Чтоб ты понял. Я же маленького роста. Я сейчас спалился. С чем мы имеем дело? Вот сейчас обратите внимание на реакцию. А, ну, нормально. Тетрис, да? Мне кажется, Тетрис — это next-gen просто. По сравнению с данной картинкой. Ну ладно, друзья, мы возвращаемся в игру. Игра по номерам 2 между такими командами, как Team Tinker и Na'Vi. И... 1-0 в пользу Team Tinker. Да, с вами по-прежнему Касперу Годхан, Тетас, лайнап команд, Дэнди, Хвост, Фанник, Ванскор, ФНГ. Команды Team Tinker. Бульба, Койкова, Синг-Синг, Пайкат и ЕГМ. Пики. Пики немного перевернулись. Na'Vi забирают все Вайда и Ancient Operation. В бане находятся Банша, Висп и Раста. Team Tinkerino или как-то так банят. Бэтрайдера, Инвокера и Скаймейджа забирают себе Шейкера и Вайпера. Ну, в прошлой игре Шейкер был у Na'Vi, а Войт был у Team Tinker. Да, у Team Tinker. Ну что, Войт и Ancient Operation. Не знаю, как по мне, но то не настолько имбовая связка для того, чтобы брать аппарата вторым пиком. Возможно, связочка-то будет немного в другом. Возможно, Войт отправит Snowflane и будет очень агрессивная TripLine, Ancient Operation, Weaver плюс один. И вот эта связка уже может работать очень-очень круто. Ну, посмотрим, что задумали Na'Vi. Не знаю, что задумали Na'Vi, серьезно. Пока, я думаю, только их капитан в курсе, что он собирается делать, если он в курсе. Ты, кстати, жмакни на стрелочку и обратно, потому что у тебя, видишь, непрогруженные картинки. Какую стрелочку? Вот это в левом верхнем углу так пик-пик. Вот, видишь? Нанотехнологии. Уровень, ты понимаешь? High level detected. Не, не шуточки. Ты с опытным... Опытным... Опытным профессийным командовачем сидишь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, что, э-э-э... Тимириньо-Тинькириньо. Ну, а пока есть Viper, который непонятно, куда пойдет. Будет ли это Мидл, будет ли это Viper Farmilla и так далее. Сейчас посмотрим, кто доберется к нему в купе. Ну, в случае, шейкер уже есть. Патмани в бане. То есть, у Синг-Синга еще есть вариант покатать на коте. Этот такой, что может. Причем, как на роль мидера, керри, оффлейна и суппорта, этот герой подходит в разных, скажем так, степенях. Ну, и посмотрим, будут ли забирать эту самую Патму сейчас Team Tinker. Дизраптор! 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 То есть, тактика молний у нас продолжается, видимо. Вот нам говорили в прошлом матче, что если вместо шейкера был Дизраптор, тогда точно была тактика молний. И они бы затащили. У них не хватило Дизраптора. Окей. Я думаю, ВНГ думает так же. Да. Кто посоветовал брать там шейкера? А, это я на нем играл. Ха-ха-ха. Какой черт, повери. Черт. Кажется, я нашел виноватого. Ну и давайте-ка, третий пик вот на Ви. Ээээ. Что это? Рейс Кинг! Подальше это, варишено. Я хочу, чтобы это был Вивер. Я хочу, чтобы это был Вивер на Изел Лэйн. Но для начала лучше забрать мидера. Пока забанили инвокера. Дэнди может играть на многих героях. Поэтому его за контри достаточно трудно. Другое дело на каких он более эффективен. У героя должен быть эскейп. Он должен быть инициатором неплохим Например, Пак неплохо бы Въехал, есть и Сайланс И Дизраптор для него не такая страшная Штука, можно будет улетать На арбе Да, да, я вообще тут согласен Да и Вивер мне на самом деле очень нравится Потому что ловить пока Вивера здесь вообще практически Нечем, там накрыть Разве что стать их штормом Дизраптора Но и то этот вариант не слишком надежный Можно как-то выбежать Выскочить Тебя может глимпсануть сам Дизраптор За пределы этого стать их шторма В общем вариантов может быть несколько И Вивер В прошлой игре он был забанен, между прочим Последним баном, кажется, его отправили Отдыхать Ну сейчас посмотрим, что думает по этому поводу ФНГ Вообще я не помню, хвост часто катает на Вивере Райс Кинг, ты был прав Да, это тот самый Райс Кинг Героев тут на самом деле не так много Для выбора, как мы знаем Да, это у всей обычной Доты 100 плюс А у нас тут 20 25 Да, 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 ну 23, ладно То есть вот есть стабильно 10 героев, которые сидят в пике Которые сидят в бане И там, ну, 3-4 штуки Качущих Качущих, да Они там могут залететь, могут не залететь Вот там типа Дизраптор Какой-нибудь там Зевс, да Вот из прошлого матча Это вообще нечто А так-то тут мало что меняется Вот мы видим Думбрингер Причем ДУМ Тут неплохо Против Войда И я думаю, что это будет вот тот Такой инициирующий Дум с Даггером, который будет прыгать сам. Хотя, возможно, он будет, наоборот, дожидаться купола, потом уже затыкать. Зачем дожидаться купола, если надо просто тудафейс ему? Думом кидать по лицу. Луна! Ну, тоже неплохо по Челлен Тач. Не так эффективно, как Вивер. Нет особых эскейпов. Вот тут уже Дезераптор может нормально подцепить, так скажем. Что-то может подцепить. Детка у меня сегодня родители, нет, и дневник заполнен. Это ты так в клубе подкатываешь? Да, подкатывал. А сейчас я дневник уже не заполняю. Я плохой мальчик. Раба нашел, который заполняет? Да. Ну что ж, минус Магнус и Кентавр. Вот, кстати, бан Магнуса очень любопытный. Забытый временем герой. Но, как по мне, он по-прежнему силен. Не стоит его недооценивать. Герой сильный. Тут, понятное дело, он и мид неплохо стоит, и способность инициаторская, которая очень-очень крутая. Что будет добирать? Кого-то в мид, наверное, или кого-то в фармить? В зависимости от того, куда отправится Вайпер. Дум здесь, скорее всего, будет роль оффлейнера исполнять. Кстати, ему на оффлейне здесь будет очень неприятно стоять, потому что есть Ancient Operation, есть Найскинг и Луна. Смотри, если бы Вайпер стоял на оффлейне... И Вайпер не будет стоять на оффлейне. А кто будет стоять на оффлейне? Дум или вот кого сейчас заберут? Ну вот в том-то дело, что... Или вот, например, ФНГ думает, что оффлейна как раз и не хватает, потому что забанил Кентавра. Вот посмотрим, сейчас угадал он или нет с местоположением. Или это будет Керри Дум и Соломит Вайпер? Драгон Найт. Видимо, да, Вайпер в легкой и Дум в сложной. Все верно, как ты говорил. Ну, наверное, опять же, потому что ребята могут расположить... Ну, судя по всему, судя по всему, все будет именно так. Я просто не вижу других расстановок таких более-менее качественных. Но в миде у нас Вайпер пока еще непонятно будет, против кого стоять. Вот сейчас дают выбор ребята из Тим Тинкер на Вям. Ну, точнее, ДК, ДК, конечно же. Кто будет стоять против Драгон Найта сейчас? Слушай, очень часто раньше использовался аппарат Соломит. Вот сейчас. Ну, первый Интернешнл это был вообще стандарт, потому что там было 34 героя или 32, сколько. И... Сейчас меньше стало. Ну, сейчас, да, сейчас чуть меньше, конечно же. И вот Эншн Допаришен в миде стоял неплохо за счет того, что набирал быстрый шестой уровень и, собственно, гасил людей. Тушил им свет. Морозил им глаза. Да, именно так. 20 секунд. Нави, ласт пик. Ну, реально, немного подзадумались. Как по мне, Пак тут вообще не вариант нынче, потому что слишком жирные герои. Пак со своим прокастом здесь не сможет ничего сделать вообще. Это Тимбер. Это у нас Тимбер. И это что? Это Войт Соломит? Нет, это Дэнди Соломит на Тимбере. А было такое? Было в свое время? Да, конечно, было. Мы еще сидели, бомбили по поводу того, что все качаются как неправильные Тимберсо, а вот Дэнди, ну, мы там сколько доказывали, да, что вот так и надо. И, собственно говоря, Дэнди... Цепуха полезная штука. Именно, именно. Цепуха, цепуха, она тащит тебя к дереву. Собственно, она, в принципе, полезная штуковина. Потому что многие Тимберы, они там что-то первую, третью максили, там, какой-то фигней занимались. В результате прилетал там Тимбер из другой команды в следующем матче на цепочке на третьем уровне и просто рассказывал, что почем. Ну что, команда Na'Vi, FNG, бежит у нас на Ancient Operation, Дэнди, Тимбер, OneScore на Race King, Хвост, Луна и Фанник играет на Faceless Void. Кстати, у него что-то с головой. Как у Фанника? Да. У Войда явно что-то с головой. Мне кажется, ему... Лоботомию, по-моему, влупили. Ну, причем такую обширную лоботомию, я бы сказал. Головы нет, грубо говоря. Ну, она как бы есть, но ее ложкой выяли, наверное, я не знаю, как это еще называется. Войд, арбузная голова. Там причем, видишь, вот там прям такие соскоблено просто ямки на другой стороне черепа. Что, могут найти? И находит вайпера, Ван скоро должен успевать. Давай, стан дает, стан есть, бим, подпрыгивает, чилин тач, но под чилин тачом тут не уйти, слишком много дэвэджа, минус синг-синг, Фанник делает. ФБ, ну, это отличное начало для оффлейна. 419 на руке. Да, нот бадова. Действительно, нот бадова. Сутьюм, Фанник остается, да, тут остается, на оффлейне. Думаю, может он... ГЛХФ желает хвост, уже бы все... Так, он майнер, да... Хер вас, да... Фака, ГЛХФ. Там нормально еще рейджи все, акс. Короче, вообще костер, как по мне. Начало игры было действительно интересное, ну и давайте посмотрим, будет ли оно таковым дальше. Вообще... Нет, тут у нас активные очень достаточно. Да, да, ну потому что команды, собственно, такие. У нас Тим Тинкер агрессивные, пацаны, у которых, собственно, не только набор героев, да, в основном предрасполагает какую-то активность на карте, но и набор игроков в команде, достаточно агрессивных игроков. Тот же Синг, тот же Бульба, бык еще тот знатный. В общем, много таких товарищей, которые могут пойти и подраться пораньше. Койква тоже у нас любитель. Ну что, Дэнди на Тимбере в Миде не получается зла схидеть первого Крипа, ну, не привык. Крип его обошел. Крип его обошел немного, да. А тут еще иллюзию Луны ему оставили, которая дает ему плюс 14 атаки. Нормальная задумочка, да? Да, прикольно, кстати, сделано. Так, ну и что, продолжает у нас тут Тимбер стоит добивать Крипочков, ДК к нему подойти особо не может. Вот Тимбер очень хорошо стоит против страджевиков милишных в Миде, потому что подрезает им мейн атрибут, он же Сила, то есть ХП, там на 15%. цепляет Фанникова, у Фанника есть таймволк, глимца здесь нет, поэтому Фанник спокойно отжирается деревом и уходит. Отжираться, отжираться? Падает Курьер. Да, его тут ФНГшечка подождал и, собственно, забирает этого самого Курьерчика. Красава. Окупился переход на Ави. Ну, уже, да, уже все, уже Ботл снял, так что все норм. Так, ну и, что там у нас по репочкам? А что с Фанником? Ну, Фанник тут бегает за динозавром и бьет его. Вернулся в старые добрые времена, где надо было булавой забить динозавра. Так сказал, старые добрые времена. Так, почесал бороду, знаешь, каменную булаву погладил. Да, 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 второй уровень. Есть стан EGM. Нет, не получится здесь ничего. Так, ну смотри, там Фанник там внизу. О, Фанник! Минус динозавр. О, дизраптор! И Фанник текать. О, боже мой. Есть проезд путь, есть проезд путь. Там два крипа стоит. Они просто заблокировали Фанника, они не давали ему выйти. Там, короче, было просто только что два таких лютых мисплея. Первый от Фаника, который прыгнул в лес за дизраптором, то есть между деревьев. А второй это то, что когда дерево упало, он его съел, дизраптор все-таки оказался рядом с ним. Непонятно как вообще. EGM. Пошел член тач. Ну ты представляешь, сколько демеджа. Это просто невыносимо, говорит Doom, и умирает. Ну, сложно пережить такое количество дамаги. Там и член тач, и аура от Луны, хотя и первого уровня, тем не менее, там 14 урона на трех героев достаточно неплохой показатель. И что? Очень нехило так начинают этот матч на Ави. 3-0. Пока в сухую. Причем фаник там в сложной умудряется даблу унижать, периодически даже триплу. Но он их не считает. Да, но в миде у нас там Дэнди сейчас 4-го уже уровня. 15 на 11 против 3-0. Как тебе такое? Дэнди сейчас, наверное, неимоверно рад переходу ФНГ в Ави. Теперь он может говорить, что на чем он хочет играть. Ну это такой немаловажный момент. Да. Раньше ему говорили, на чем он хочет играть. А теперь он говорит, на чем он хочет играть. Не, ну сейчас-то мы видим, что пока получается. И вчерашнюю каточку взяли, и сегодня, несмотря на то, что первую игру проиграли, вторая начинается просто очень хорошо для Ави. Пока четвертая минута, я думаю, тут уже на графиках что-то должно быть. А на графиках уже что-то есть. На графиках уже двукратный перефарм от Ави. 5400 они уже нафармили, в то время как 2700 нафармил враг. Не, это понятно. И самое жесткое, то что герои это достаточно ранней агрессии. То есть Тимбер пойдет скоро гангать, седьмой там уровень получит с Арканчиками и так далее, пойдет собирать урожай. Есть чем подпушить. Все-таки Луна с Ванскором, который, правда, пока не качает вампирикауру, но, тем не менее, атаки-то у него достаточно. И Фаник, который неплохо себя чувствует, забирает хасту и начинает наваривать Бульби. Бульба, здравствуй. Мужик, с бревном, иди сюда, динозавра, я убил, и тебя убью. Так, ты смотри, сейчас хотят фиссурочку еще откинуть. Фаник, а фиссурка какая-то немного странная, но Фанику тут могут, кстати, еще наварять. Фаник есть от пиццы. Отжираться-отжираться? Отжираться-отпиваться. Фаник, красава. Ну, теперь надо идти вообще отсюда подальше, наверное, потому что... Не, он пойдет сейчас запрыгнет на вышку, посмотри, сколько тут крипов, ему нужен этот опыт, определенно, так что он прыгнет за вышку таймволком. Синг-Синг не успеет ничего сделать. Фаник. Такая еще тычечка коварная залетела. Кстати, Синг-Синг, он пятого уровня, он пятого уровня, да, но еще достаточно ранняя минута, на топе у нас в А5, в А5. Вот хвост, наверное, он не уйдет отсюда. Даблкил. Не, не даблкил. Ну, да, вообще, вышка добила у нас Рейс Кингая, и, собственно, сам Бульба добил только что луну. Неплохо тут шейкер влетел, сразу же получает нехилое количество экспы, у него уже 4,5 уровня. Слушай, это забей просто 35 на 20 против 10 на 0. Тут Драгонайт унижен не то чтобы в салатище, а даже такого салата не знаю. Ну, мне кажется, да, его тут просто Дэнди сейчас топит в каком-нибудь Оливье. Оливье лицом просто. Просто по шею его туда вгоняет. Да, на самом деле все очень плохо у Койкова. А Дэнди чувствует себя великолепно. Уже 7 уровень против 5, вот они, Арканчики прилетают, отпивается Ботлом. Проблема в том, что сейчас Дэнди сможет нормально врываться на этого Драгоннайта, так как там 5 уровень, только первый стан, слишком долго не получится держать Дэнди под контролем. И мне кажется, понимают, понимают это сейчас парни из коллектива Тим Тинкер. Ой-ой, Койкла. Я же о чем, я же о чем. При этом самому Дэндику урона практически вообще никакого не зашло. Ну, у нас так, армора себе, у него нормальный рейдинг, приобретает себе скролл ТП, возможно собирается куда-то ворваться, дабл дэмэдж забирает рону Райскинг на ботами и возможно пытается с Войдом ворваться. Все-таки у Войды есть 6 уровень, есть уже купол, правда манны сейчас не хватает на врыв и поставить, а хватает только на 1 из 2. Ну и тем временем на топе хвост подпушивает. Есть ПТшечка, базилка, серплет. Да, ну тут так Райскинг на нижней линии, я смотрю, замыкался. Ой-ой-ой-ой, Дэнди, Дэнди! Погибает. Ну в четвером справились, да. Справились и ЕГЭМ пол шестого уровня получает. Что ты... Не буду... Я даже снова не сказал, а ты же начинаешь на это... но уже все-все поняли. Сидит этот ЕГЭМ пол шестого как-то задний парт и там шутник казар в них проснулся. Я бы сказал по поводу прошлого такого диалога пару веб-лик. Не пойман... Нет, там как раз ты был пойман. Так, ну ладно. У нас тут что, фанник себе Мидос решил собрать или ПТшечку сразу будет варить? Нет, мой Майл Шторм скорее всего будет или ПТ. Если бы ПТ он уже приобрел, поэтому скорее всего это либо Мидос, либо Майл Шторм. А где он ПТ приобрел? Если бы он хотел, он бы приобрел ПТ на секретном магазине. Вот так, значит, заговорили мы, да? Да, контрим. Мы видишь, ТП покупает, а ПТ не покупает. И Вайпер у нас какие айтемы выходят? Вайпер пока у нас выходит не во что. У него есть только Пауэр Трэдс и на этом собранные артефакты заканчиваются. Тенди смещается на том, что сейчас должен быть падпуш какой-то. Я думаю, да. А вышка тут уже вообще в Салатину, я бы сказал. В Оливье. Да, ну и достается вышечку на Сеншент Апаришену, у которого что, Форстав скоро будет, наверное? Или это будут Транквил Буц и вообще? Транквил, да. Хотя, возможно, колечко Ригена просто так, а может из него и Мека будет собираться. Просто так, значит. То есть, команда с мировым именем покупает что-то просто так? Да. Ага. Что? Я передам им. Хорошо. Тебе популярно объясняют, что просто так ничего не делается. Хорошо, хорошо. Типа, был слот 350 голды, пойду, куплю кольцо. Так нет, чтобы стоять на лейне нормально, типа, не бегать, куда отличиться, под хил не тратить. Ну, я же тебе говорю, это, скорее всего, Мека будет. Ну, это хедреска, да. Это хедреска, и хедреска нет, а пока только Мэджик Вонт летит к Рейс Кингу, Грейженый, у которого уже пятый уровень, и восьмого левела Дэнди с Крипстатом там 50 на 20. Да, там по-любому койка варет, да какой у него ММР. Что он творит? Столько динайов. Задрот! Задрот, потник, да. Что, фаник, фаник 1100. Ну, похоже на то, что это может быть Мидос на самом деле. Очень может быть, что это будет Мидос. Не, мне кажется, что так как начало было, ну, неплохое для команды в целом, то сейчас, возможно, стоит использовать этот неплохой изначально экономический буст для того, чтобы быстро выйти в Мидосы и просто продолжить игру как бы с нуля, то есть у них нет айтемов, у вас нет айтемов, но у вас есть по Мидосу, там у одного-двух героев. Ну, против Тимбера еще очень трудно заходить на хайграунд и вообще что-либо делать. Заход на Тимбера, Фиссурина, Дум, под сейф на Дэнди есть, есть, сюда прилетает Ванскор, пошел стан ВГМа, Дэнди задувают и Дэнди минус. Да, причем Рейскин, конечно, тут никого не может пробить. Тут очень плотные герои, Вайпер, ДК, Дум, и Фиссура. Стан, есть Леклипс, есть Леклипс, хвоста отрезали, но не пошел, не пошел дальше, Саша. Да, так вот, по поводу жирных героев, плюс еще есть Дезраптор с Шейкером, который в основном держится далеко, так что бить придется именно вот этих вот толстых героев, если только Фаник не будет там суперкруто вылетать как-то. Вот, оставляют сейчас ФНГ на топе, дабы он мог получить свой шестой уровень. Нет, так ни одна команда на планете не должна делать. Суппорт должен быть загноблен в хламину, чтобы он бежал на 18-й минуте с третьим уровнем и кричал, пацаны, подождите, не убивайте его, до где я подбегу на экспу. А герои всех вражеских специально убивают до того, как суппорт успевает подбежать на опыт. Но некоторые команды так и играют. Вот вроде бы я тут сидел так желчью и стекал, но тем не менее очень многие коллективы так и делают. А сейчас происходят грамотные вещи, то есть то, что... Потом еще и кикают. Да, потом еще этих игроков и кикают. Че ты третий уровень на 16-й минуте? Донарь. Не мог найти, чем тебе на карте заняться, что ли? Конечно, не мог найти. Так, у нас там в миде начинается заруба. Аппарата. Только он куда-то пролетает. Шлейфом, скажем так, прошел. Да, самую малость. Это специально, я знаю, это... Ты делаешь вид, что ты днарь, что ты не попадаешь ультами, а в нужный момент попадаешь. профит? Как тебе мои тактики? Я так Тихлапс проиграл. Делал вид, что я не попадаю, потому что я и так не попадаю и так. Так, ну смотри, у нас появляется первый мидос, это мидос у Дума, между прочим, у того самого оффлейн Дума, 1, 2, 3, у него статистика. Ну и тут же мидос появляется у Фанника. Фанник уже почти девятого уровня, уже 900 сверху после мидоса. У Фанника, в принципе, все неплохо, он сейчас может врываться, закрывать куполом, а если Тимбер окажется рядом с луной и клипсом, то там будет развал кабинетов полный. Да, конечно, очень много дамаги будет залетать. И? Что ты хочешь? Где? Замесы, драки, нужны кровь. Мидосы собрали, никаких драк. Позолоти ручку. Нам уже скоро мека будет Эншент порешена. Шестой уровень он взял, мека совсем скоро будет, вайпера мека уже есть, но вайпер-то это типа главный фармила, и все эти 12 минут он стоял там крипов пытался добивать, а ФНГ у нас 13 крипов забрал за все это время. И если результат один и тот же, зачем фармить больше? Ну, именно поэтому, видимо, всяких войдов стали отправлять в оффлейн, потому что вроде как у тебя там есть айтемы, у тебя нет айтемов, при этом хроносфера твоя одинаково полезная, так вместо того, чтобы давать одного уязвимого керри, которого можно там под хроносферой как-то задизейблить, и в результате ничего не получится, почему бы не отправить его в оффлейн, взять пару спиллов под эту хроносферу, и затащить там даже с войдом без айтемов. Что там у Дэнди? У Дэнди Point Booster. Понятное дело, что поедет в Bloodstone. Может быть, стоит койку как-то прессануть, потому что у меня там уже Митрио Хаммер, почти десятый уровень, он так к БКБ-шечке придет, незаметненько. Опять ты, Run, Little Bottom Tower, Run! Ну да, я все время ору с этой... Беги, Вышечка, беги. Маленькая Вышечка. Вышечка не может бежать. Ох уж эти Вышечки. Надо сделать как в Варкрафте, чтобы они могли выкапываться и ходить. Ты... Что ты? Я. Ты, да. Ты... Я так понимаю, тебе уже достали мои спешл тактик за сегодня. Да у... Я просто представляю вот этот Tower Defense вот здесь. По три вышки стоит. Давай! Подходи, у нас Тинкер. Сделай мне больно. По кусаке 12 вышек. Тинкер, котел, Тимбер. Кто там еще есть? Так, там кого-то нашли. Кого-то нашли, нашли Фанника. Фанник получает Дум. Ну, хоть Медус успел кинуть. Они смотрят, как в зоопарке в вольер просто загнали. Еще недавно я гонял динозавров, а вот теперь динозавры гоняют меня. Вот-вот. Ну и смотри, тут заход у нас на Рошана уже от команды Нави. Весьма такой агрессивный выход. Но они пока особо ничем не рискуют. Рискуют они только тем, что могут потерять и Родин Тауэр на топе. Да и то это такой сибирист. Тауэр фуловый, да. Фортификации, правда, нет. Порошан уже отвалилась. Нужен войс сюда. Войт на экспу должен прилететь, как минимум. Ну и заход на Тауэр на топе. Драгон Найт руну дабл дэмэджа. Тоже туда, я так понимаю, идет. Да, уже рядом есть Драгон Флорум. Юзать пока вроде не собирается. Ульт аппарата попадает в Синг-Сингу. Да, ну, мы видим, что герои жирные. Им, в принципе, пофиг на изначально урон, если нет никакого добивания, то ульта аппарата окей. Закинул и закинул. Дальше ребята просто прожимают мяку и живут. Тут у нас Фаник. Фаник бегает под вардами. Очень агрессивные варды. Ранние, я имею в виду, агрессивные варды. 15 минуты всего лишь, а там уже готовятся убивать. Прям под базой, да. Под дабл дэмэджем-то и Драгон Найт очень-очень больно наваливаются. Фанику прыгивает. Ошибка, ошибка серьезная. Вот Райза, ошибся он с таймингом. Вышка падает. Слушай, у Драгон Найта, который очень сильно был загноблен в миде просто в салате, но у него уже есть БКБ, ПТ и Боттл на 15 минуте, что в принципе-то очень-очень хорошо для такого тайминга. Поэтому возможно за счет этих вышек и каких-то соло киллов. Фаник запрыгнул Синг-Синг, закрывает ульт-аппарата, пошел диск. Да, но тут вроде как много чего попадает. Забирают вайпера с горем пополам хвост. Аааа, хвоста развели на Эклипс, хотя нормально зашло. Да, нормально зашло. Ой-ой, снова диск. Райз. Ох-ох-ох, как же там больно-то. Минус 3 делают нави, и теперь они имеют возможность практически безнаказанно забрать Т2. И они пользуются этой возможностью, как мы видим. Да, и уже у хвоста есть Монта Стайл на 16-й минуте. С Айегисом не стоит думать о том, что хвоста сейчас надо убивать два раза. Падает вышка, Тимберсоу ее забирает, и Тимбер имеет на руках 3000. Это практически Блудстоун, если что. При наличии Т-поинт Бустера уже в запаке. Ну да, наверное, должен быть все-таки какой-то Блудстоун, вряд ли это будет Аганим. для Тимбера. Что он будет делать? Как ты меня задрала же сегодня. Длибо мое лицо. Я как раз видел, и вот я только что и озвучил это выражение лица. Если это можно так назвать. Ты как этот осел Шрека, когда там две идеи сталкиваются. Какая лучшая стрелялка? КС-1.6, КС-Гоу, КС-1.6, КС-Гоу, КС-1.6, Пойнт Бланк. Ну а че? Да, действительно. Я думаю, он так же говорит. Главное, на нее повернуться твое, типа, ну а че? Что, плохая, что ли, стрелялка? Смотри, да, хвоста у нас тут находят. Хотя, глимс, хвост, но это дроп Аегиса только. Хотя, может, и второй раз его. Ну, слушай, этот дроп Аегиса очень много влили, в то время как тут ребята еще ничего не потратили, Шейкер. Фаник уходит, получает Вайпер Страйк, Шейкер запрыгнул, неплохие станы, Бульба пытается уйти, Бульба минус. А че тут Синг-Синг разбаковался, не по-моему, эй, крылатый, иди сюда, ему кричит Фаник, начинает Баши по голове бить, Баттон Фьюри, Фаник. Койку не выпускают. Есть купол, если что, ставь купол, ставь купол, не жалей. Синг-Синг. Убей человека, убей человека. Все, отлично. Трипл, кью от Дэнди. Да, все вообще для нами сейчас. И 11 лутстоунов. Да, ты понимаешь, что, во-первых, там лутстоуны копиться начинают, причем так нехило, сразу же 3 заряда с одного файта. Так вот, счет становится у нас 5-11, несмотря на то, что фрагов у нас не так уж и много, но игра вроде как более-менее динамичная. Практически, нави имеют преимущество чуть более 5000. И ты посмотри на график. Посмотри. 7500 по XP. ой. Да, опыт там даже, наверное, не так сильно решает. Просто вот вроде бы, только-только Тим Тинкер сделали небольшой камбэк, там с 3000, там отыгрывали, отыгрывали, отыгрывали на протяжении 10 минут. Их назад прикопали. Да, и тут просто один тимфайт, и их сразу роняют далеко-далеко вниз. Ну и Дэнди с Рунниза. Много было потрачено в Аегис. Да, да, все было потрачено в Аегис. Вот в чем дело. Все. Дум надо было вешать после. Именно. В решение. Не до. Либо вешать и уходить сразу. То есть не драться. Там надо было просто, да, просто попытаться развести на Аегис и отступить. И уже следующий нормальный тимфайт как-то пытаться проводить качественно. Потому что если ты все всадил в одного героя, а потом начинается драка, то Дэнди находит ЕГМ. Он начинает его пилить. Диск. Вот тут бимчик. Скоро будет Дум. Можно будет попробовать повесить, но ЕГМ не стал его тратить. Отправляется в таверну. И Дэнди это мега киллстрик. 12-ый заряд Блудстоуну. 1600 на руках. И сейчас ему еще дадут какую-то шиву получить. Это будет. Это будет все. Да, но вот у него тут реген маны 18 единиц с половиной в секунду. Конечно, под аквилкой, но тем не менее. Неплохо, неплохо. В Блудстоун там побольше регена маны дает, чем аквилка, я слышал. На писичку. Да, в самую малость. Что тут? Стаки продолжают делать для Луны. Ну, причем там Вард стоит. То есть Вард все должен здесь палить. Что вообще происходит? Что делается? Ну и почти БКБ у хвоста. Кстати, не добирает ничего из маски смерти. Оставляет ее в первозданном состоянии. Ну, видимо, Доминатор ему не особо сильно горит, а вот БКБшечка штука действительно полезная. Синг-синг. Фаник. Купол. Цепанули. Хвост не достает. Хотя Бимчик смог пульнуть. Да, вот он Бимчик в принципе только и пульнул. Пошел Эклипс. Синг-синг догоняет. Там Хаста. Фаник должен ее забирать. Да, и это минус Синг-синг. Оунич от Фаника. Ну и очевидные денюжки. Две 200 на руках. Будет ли это агоним или все же Глебаня пойдет в дэмэдж? Дэнди не чувствует сейчас этих фиссур и так далее. У него слишком много ХП и армора. Идет Шейкер. Вернули Глимцом Дэнди. Что дальше? Есть. Эхо слэм. Бим. И Дэнди дынается. Дэнди решил вообще времени не тянуть много. И сразу же респауниться. Возвращается в хотел сказать в драку, но нет. Он решил не делать телепорт на тир-2 вышечку. Так вот. Остается у него все равно 8 зарядов. Не так уж и мало. Стартовый, скажем. Капитал имеется. Такс. И ФНГшечка. Что там у ФНГ? ФНГ 1000 голды и 9 уровень. Ванскор готов запрыгнуть если что, но ему нужна помощь. Не есть даггерстан. Не полез. Он, хотя реинкарнация 2 уровня ее можно в принципе потратить. Не так долго кулдауниться. До 16 уровня еще очень долго. Ну да. Надо пытаться как-то размениваться. Дэнди приобретает рвла. Хвост дофармливает БКБ себе на иншентах. Он уже по сути дофармил. Да, вот приобретает рецепт и совсем чуть до 16 уровня. Третье. Третий клипс это больно. Так, тут что-то пишут. Why don't respawn mid? What the fuck? А что случилось? А может быть он появился в миде? Да не. Не знаю, что происходит. Не, он не в миде появился. Он может быть на цепочке просто прилетел. Есть же такая фигня, что если ты кидаешь цепь и умираешь, то ты на этой цепочке, если ты моментально респаунишься, то ты летишь на этой цепи. Чудеса на виражах. Да, да, да. Ну, я не обратил на это внимание. Может, что-то такое было. Ну, вот побегали, да, что есть ульта меньше топоришна, все разбегаются и атака не удалась. Но лейт в теории должен быть за командой Нави. Там, луна с Войдом и Рейскингом еще на подкрепе должны очень сильно объяснять команде противника. Учитывая то, что у Войда уже есть 4200 на руках. То есть, совсем скоро он сможет себе практически любой артефакт, в зависимости от ситуации, собрать одним кликом. Ну, что, Ванскор продолжает таранить крипочков. Базилка появляется, я так думаю, какой-то Владмер соберется. Хотя непонятно пока. Непонятно? Непонятно. А что собирает Ancient Operation? Это что, опять Вейлу в Дискорд? Похоже на то. Ну, вряд ли это Доминатор или Армлет. Как тебе Ancient Operation с Армлетом, например? Игриво. Игриво? Да. Будет играть Армлетом? Ну да. Фанник начинает фармить, подходит Денди, помогает. Ну, к Фаннику Аганим прилетел. Хроносферка теперь чуть более качественная, да и до 16 уровня осталось не так много. Один нормальный замес и все. И максимального уровня хроносферы это 6 секунд с 60-секундным кулдауном. Очень недурно. Койква. Будет ли цеплять? Пошел Бимчик. Нет, не будут цеплять. Отходит хвост. Хвост, кстати, очень сильный вампирик рядом с Ванскором. Да, это все-таки будет Владмир. Потихонечку-потихонечку его добирает. Ну, будет, видимо, просто там ауры какие-то собирать, чтобы быть банально полезным благодаря только своему присутствию. Потому что урона у него немного. Видим, криты он не качает, значит, и акцент в демеджеру не будет деляться. Рошанчик появляется через полтора минуты. Дэнди его уже сейчас чекает диском. Что есть у Койковы? У Койковы есть БКБ. Оно 9-секундное. Также имеется плейтмейл. Скорее всего, будет кераса. Но до нее еще надо очень-очень долго фармить. БКБ появляется у Дума. Ну, БКБ это все очень круто, но если вас накрывают куполом, оно немного бесполезно. Да, разве что вы успели прожать его там заранее и вас, возможно, не накроет какой-нибудь там Скаймейдж или Эншент Апоришн. Так, ну и вот сейчас у нас реально начинается очень-очень пассивная дота, потому что команды понимают, Нави понимают, насколько у них мощные лейты. Тим Тинкер надеется на то, что они смогут одолеть в тимфайте эти самые мощные лейты. Хвост. Хотя сложно будет это сделать. Рассекретит ли Смог? Нет. Зы и выдели детектива хвоста. Да, ну хвост просто забегал вроде такой на морозе. Ничего не происходит, Ван Скоро уже на минуты три или четыре стоит на ботами, его никто не трогает, он просто стоит и бьет крипов. Так потихонечку Владмир у него и приклеится, скажем так. Двенадцатый уровень уже есть. Да, он реально тот уровень целый получил, пока тусовался. Так, у нас есть Глиемс, есть реинкарнация. А не так-то просто его убить, на самом деле, подлетает сюда Дэнди, ультапарата, ультапарата по троим, отлично, у Бульба большие проблемы, Бульба скорее всего в минус. Будет ли прыгать Дэнди? Дэнди не прыгает, боится дума. Ну это был бы, да, прыжок в неизбежности, я не знаю, как это еще называется, просто неизбежную смерть прыжок, потому что его там уже поджидал ЕГМ, ЕГМ-то у нас еще и с дайгером, то есть он в случае чего мог бы и допрыгнуть, догнать. Появляется Рошанчик, Дэнди, 8 зарядов Булстова, не появляется, плейтмейл, все-таки это будет шиво, как мы и говорили, запрыгивает Фаник, с Момом начинает наваливать Порошану, хвост, тут же уже есть Монтостайл, появляется еще ультимейтор, приобретается рецепт на линку, ого-го, 5 сек, пауза просит, ванскор, да, я пока пошел, почитаю комментарии, они очень великолепные, они, да, они радужные, дружелюбные, дружелюбные отзывы, давай цензурный вслух, не надо, сейчас, погоди, 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 для начала его нужно найти, например, что стрим не на Твиче, вот этот первый вопрос, самый цензурный, наверное, вопрос, который есть, и то половину этого вопроса я из целей, опять же, цензуры вырезал, там много запятых было, запятых? Да, у нас, ты знаешь, какое слово выполняет роль запятой, скажем, в повседневной речи, да, самый популярный вопрос, когда будет билет на Старладер, но он должен уже скоро быть, друзья, он по идее уже вот прям, прям в магазин просится, но при этом почему-то вольво его еще не добавили, поэтому у нас тут бомба лейла, именно по этому поводу, но мы ничего не можем поделать, извините. Мы можем, конечно, напечатать вам на листе А4 и высылать. Типа Старладер билет так, левой рукой так, маркером. Можем вырезать вот этот, например, просто ножом по бумаге сейчас так. Как тебе идея, кстати, мне очень нравится. Покупай билет до Т2 ТВ. И просто там за соточку зелени его задвинуть. Так и сделаю под конец сезона. Да ладно, сейчас было более пафосно и качественно. Так, ну что ж, друзья, у нас тут пока еще игра не продолжается, но я еще раз расскажу, возможно, для тех, кто только-только подключился, о том, что это у нас финал, собственно, турнира от Сими Плей, ну типа шоу-матч, турнир. Там первое место вроде бы сколько, 10 тысяч долларов? Я уже не помню. У нас уже сетка обновилась, и почему-то Тим Тинкер продвинутый до конца, у нас игра продолжается, да. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кажется, режиссер-то у нас Глор Тим Тинкер. Не, похоже на то. Ну ладно, у нас тут паузу уже отжали, Рошана забрали, парни из Na'Vi. И, кажется, этот счет сейчас станет 1-1. Да, потихонечку все к этому и идет. ФНГ 10 уровня с Меккой 700 хп, ему надо еще по уровню до второго ультимейта. Койка, что приобретает? Приобретает себе рецепт на Кирасу, хотя до самих артефактов еще тьму, тьмущую денег надо. Фаник с Аганимом Момом 2700 снова. Минус вышка на ботами дефть ее, я так понимаю, никто не будет и даже и не полетят. Падает Тавр, забирает его Фейслис Войт 3200, ну и прилетает сюда уже Владмир. Огромное количество вампирика, а Тауэр 30% плюс Владмир плюс Морбид Маск на Луне, который превратится, наверное, в Доминатор в скором времени. Так что тут действительно если Луна будет бить, и она от Лайфстерри цена очень-очень много. Луна бить! Луна бить! Так, не, Луна, конечно, бить будет, и она и так уже неплохо наваливает в действительности. Я тут Глимпс! И Купол! Ну Купол, кстати, по райзу и по Синг-Сингу, так Купол тоже попал! Ай-яй-яй-яй-яй! ЕГМ сейчас может погибнуть, нет, ЕГМ отходит. Хвост бегает просто в БГБ, у нее еще есть и что, есть Аегис, Фаник ходит, получает стан, сдыкает домом, а зачем? Фаник тоже все свои грязные дела сделал, влетают Эхо Слэм, минус Фаник, бульба отсюда не уйдет, ГГ пишет Синг-Синг. Возможно, просто понимали, что уже и так ГГ, поэтому и просто залетели повоевать. И решили, как это называется, криминального авторитета Глебаню мочкануть под конец катки. Глебана! Глебана! Щемануть под конец катки. Да, ну что ж, гуд гейм, счет становится 1-1, и напоминаем, что до трех побед эта серия у нас продолжается, у нас очередная двухминутная пауза, как мы поняли. может команды сейчас действительно соберутся, пойдут отдохнуть, там попить с очку три минутки, да. Ну, в любом случае, никуда не расходитесь, впереди еще огромное количество интересных матчей, у меня так точно до пяти утра сегодня. Да, этого чувака вы еще успеете наслушаться. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся, далеко не разбегайтесь.